Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами продолжаем. Так, сейчас мы используем трос. О, самое время. Так, ну, вот и заметит нас или нет. Но если он сюда, в эту сторону, посмотрит, может быть и заметит. А так, может быть, даже получится его сразу и нейтрализовать. Да, так получилось. Это не может не радовать в очередной раз. Давайте здесь спустимся, все-таки проще. Будет оценить обстановку. Так, сразу несколько там, сразу несколько вот этих чуваков. Но если сейчас боец дойдет сюда, то мы, естественно, его уложим здесь. Давайте попробуем не смертельный прием против него, раз он идет сюда один. Эффект неожиданности. Вкупе. С быстрыми руками делают свое дело. Так. Пойду-ка я, наверное, сейчас сюда еще поднимусь, посмотрю. Тут даже кто-то поднимался, помните? Да, вот здесь есть у нас. Ну, это, по-моему, друзья, просто шикарная возможность. Нужно выяснить, конечно, нужно выяснить. Тоже, наверное, сейчас используем нелетальный приемчик. Раз он тут у нас один ошивается. Ну что, поехали? Здесь тоже все в порядке. Ну и теперь давайте вернемся к летальным приемам. Так, раз, два. Ну, на 25 очков мы с вами получаем больше, если просто их оглушаем, не убиваем. Но убийство производится гораздо быстрее. Ну, сколько, сколько, сколько. Сюда придет. По-моему, последний на этом уровне. Вот там еще пошли. Ой, ужас какой. Ну, придется, мне кажется, подождать. Потому что нет подходящего укрытия рядом с ним. Здесь никого. Здесь никого. Ну, вот и все, друзья. Движемся теперь с вами дальше. Тут двое. Давайте вот так вот пометим их. И, по-моему, сейчас это будет... Ну, да, можно снести. Подмога уже не придет. Ну, если, конечно, эти два трупа никто не заметит. Но, по идее, никто не должен заметить. Судя по всему, они здесь были единственные на этой площадке. И так далее. А вот этот скрип просто чертовски бы хорошо выдал Сэма Фишера. Представляете, идете за кем-нибудь. Крадетесь. А тут раз и на тебе. Этот неподходящий по времени звук. Так, тут спрыгиваем. Так, сейчас. Вот так. Давай, 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 быстрее. Вот так. Пошли дальше. Никого. Ну, я думаю, вы тоже обратили внимание, что... Понял. Что абсолютно не в каждой комнате здесь находятся вот эти террористы. Перезарядка всего и вся. Кстати, дверь я не просил его открывать. Это уж как-то по инерции получилось. Что произошло? Иди, иди сюда. Здорово. Так, кто-то пойдет проверять, как думаете? Ну, может быть, и пойдет. Привлечем? Услышал что-то? И как в старом добром фильме, нужно, конечно же, среагировать на этот звук, доносящийся... Тихо, тихо, тихо. Вот и все. Еще один бесшумный. Идем дальше, друзья. Так, сюда будем проходить. Ну, давайте заглянем. Тут как раз боец. У нас есть еще... Спокойно, спокойно. Не успел он ничего предпринять. Такие очень, скажем, нерасторопные ребятки. Блин, опять эти стекла. Так, слева никого. Справа... Ну, надо полагать, тоже никого. Так, а что внизу? Смотрите-ка. Нам, наверное, как раз туда и нужно будет спуститься. Ну, в принципе, и здесь можно спуститься, да. С одной стороны. Мы сейчас посмотрим, что мы тут имеем. Так, здесь есть кто-то. За ковром увидит меня. Никак нет, друзья. Ну, вот. Серия в рукопашную без шума. Еще плюс 30 тысяч долларов получили. Просто здорово. Так, тут спрячемся. И сейчас вот этот источник уничтожаем. Ну, будем надеяться, может быть, сюда кто-то подойдет. Так, да, вот здесь один вот этот чувак ходит. Один там около лавки. Ну, судя по всему, это боевик как раз-таки. То есть, нам с ним тоже нужно будет поработать. Блин, а где он там? Вот еще лампочек. Что? Плюс 10 тысяч долларов за тушим свет, друзья. Пошли. Так, а вон там вообще в глубине вот этой комнаты своей комнатушки. Так, мы сюда. С кем он нам говорит? Сам собой, наверное. Ну, че, подождать, либо всадить. Давайте вообще попробуем, наверное, нелетальный прием. Сейчас получим не 100, как мы обычно получаем с ножиком, а 125. Давай, давай, разворачивайся. Нет. Пока не хочет. Как так? Слушайте, ну, это вообще прикол. Это было круто, друзья. Закрыть перед ним дверь. Но, во всяком случае, он не увидел. Кто-то, в принципе, был. Он видел максимум это высовывающуюся руку. Но все равно получилось вообще очень комично. Ладно, поехали дальше. Тут с вами изучаем территорию. Так, там у нас торговец. Явно не похож на боевика. И что у нас впереди? И ограда. Сражевые псы могут учить вас. Не подходите к ним слишком близко. Я, честно говоря, не собирался даже к ним на среднее расстояние подбираться, поэтому псов надо нам с вами убивать. Так, отлично. Даже не успел он издать никакого звука. Ну и все, вроде бы. По-моему, он был здесь единственный представитель животного мира. Хотя нет, вот еще крысы поползли. Внимание, Сэм. Полицейский участок прямо за углом. Принято. Брикс, докладывай. Я почти на месте. Засел на крыше в 200 метрах от полицейского участка. Наблюдай за объектом и улицей. Здорово. Так, что у нас там на улице происходит? Здесь, конечно, уже не обойтись без наших глаз, без камеры-липучки. Давайте ее вот сюда на этот стол поткнем. Так, и попробуем посмотреть. Так, раз, два, три. Один еще выходит. Собака там еще. Гляньте-ка. Собачка. Может нам расстроить все наши планы. Так, что есть еще интересное? Ну, пожалуй, пока ничего. Камера, наверное, пусть пока висит. Ее навряд ли кто-то должен вообще здесь увидеть. Подследим также вот за маршрутом передвижения вот этого бойца. Может быть, он будет как-то мимо вот этих ворот проходить, где мы его смогли бы зацепить. Но все равно это будет опасно его убирать оттуда, только если сможем его туда обратно затащить. Сюда, я имею в виду, в этот дворик. Так, ну что? Да, сейчас потихонечку попробуем перебраться. Главное, чтобы собака ничего не учуяла. Иначе будет печально. Так, и пора выбирать, пожалуй, друзья, смертельные приемы. Блин, неужели? Не, она просто скребется. Так, вот тот идет, голубчик. Хоть бы он сюда зашел. Те навряд ли увидят. Даже далековато. Они слепые все. Пыль, наверное. Да. Круто. Ну все. Так. А знаете, что здесь делать? Здесь необязательно выходить через эти ворота небольшие. Может сделать еще проще. Можно вот так вот здесь прыгнуть. Что там? Ну, пришлось убрать, друзья. Но костюм настолько неприметный, что даже вот сложно, видимо, действительно идентифицировать враждебный объект. Так. Еще. Ой, 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 ой. Как же нехорошо. Как думаете, если позвать? Собак тоже, наверное, придет? Так, устранить. Ну, привет. С водой. Ну что, у нас есть возможность, точнее, способность устранения. Сейчас мы с собакой с вами, во-первых, немножко помониторим, будем за ней следить. Где она там выходить-то? Господи, мне показалось, она уже, если честно, за моей спиной. Так. Там дальше туда, если попробовать пройти. Ну да, собачка может явно наши все планы расстроить, друзья. Так. Поэтому предлагаю все-таки уже начать двигаться тихоньку. Там за ящиками. Вряд ли кто-то увидит труп. Но все может быть. Так, неужели тут никого не будет? Ну, это нам только на руку. Собака пока где-то гуляет. Труп пока никто не увидел. Давайте сюда внутрь. Ну, это я уже так самонадеянно. Черт из-за. Что? Свет шумовая? Да вы что? Слушайте, я, наверное, смогу уйти. О, да. Пожалуйста, дайте мне уйти. Похоже, получилось. А вот у них с гранатой ничего. Смотрю, чтобы не было хвоста. Ты знаешь, где нужно искать Кобина? Думаю, в камере для допроса. Сверхний этаж. Южная сторона. Брикс, отходи. Бери фургон. Встретимся в точке эвакуации. Хорошо. Я захожу. Я захожу. И этим все сказано. Ну что же. И мы заходим. Так, кто-то здесь есть. Явно. Давайте слушать. Ну и давайте источники освещения уничтожать. Бамс. Так, а это что было за стук? Это явно не я его произвел. Так. Дверочку откроет кто-нибудь? Или мне... Откроет. Заходи, золотой. Круто! Так, дверь бы закрыть, конечно. Ну ладно. Может быть, кто-нибудь и клюнет. А, кстати, с этой стороны-то нет. С этой стороны никто зайти не сможет. Но зато может вот справа выйти, например, кто-нибудь вот этот чувак, если он что-то там услышит. Ну что, я пошел. Ой-ой-ой-ой, тут стекла. Чуть было сам по ней не прошелся. Давайте-ка сейчас вот этого схватим с вами. Не увидел. Блин, стекла опять. Так, поехали дальше. Ну вот теперь, мне кажется, точно с той стороны надо идти. Ну и пофиг на эти стекла уже. Все равно никто не слышит. Что, меня тут увидели? Лампа сдохла. Лампа сдохла. Да-да. Особенно учитывая, что только что он здесь нашел труп. Вот так-то. Так, ну что же. Давайте-ка двигаться дальше. Может быть, еще 10 тысяч нам дадут за вот эти уничтоженные лампочки, а может быть и нет. Ну ладно, мы все-таки надеемся побыстрее уже отыскать этого Андрея. Компьютеры. Найди их и подключи обсад, чтобы получить ценную информацию. Что ты ей сказал? Говори, Кобин. Я спросил. Что ты забыл у американцев? Я же сказал, вы тут вообще ни при чем. Слово даю. Значит, ты нас презираешь настолько, только что издавать не захотел, так? Нет. Ничего подобного. Нет-нет. Нет-нет-нет. Я не знаю. Ты много болтаешь. Я думал, вы хотели знать. Не думай. Будет только хуже. Ладно. Ладно. Не надо. Я им все рассказал. Ясно? Я нашел Кобина. Он еще жив? Пока, да. Раз. Два. И три. Ну что же. Скажите, до свидания. Спасибо. Спасибо. Кто вас послал? ЦРУ? Откуда ты, мать твою, взялся? Если это насчет той истории... Заткнись. Нет-нет-нет-нет. Не надо. Нет-нет. Ты пришел за мной? Я пришел за тем, что ты знаешь. Сядь. Сэм, сейчас начнется пекло. Местные таланты двигаются к тебе. Посылка у меня. Брикс, ты где? Близко, в фургоне. Твою мать, он пришел за мной. Двигай. Живо. Идем. Слушайте, ну теперь с балластом мы с вами будем идти. Ну ладно, попробуем. Тут уже посложнее будет на самом деле. Но источники по-любому надо бить. Давайте-ка, наверное, вот сейчас прям вот так вот и сделаем. Так, раз источник. Идем дальше. Патронов главное, чтобы хватило. А, они у нас даже бесконечные. Так, тут чисто. Отлично. Ну да, правильно. В первую очередь источник уже во вторую. Смол бойца. Тихо, 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 нет, он свои все. Господи, что произошло? Бит. Ну и слава богу. И вот еще 10 тысяч, кстати, дали нам за убийство из пистолета. Так, а с этим источником уже. Да, вполне как вообще не для уничтожить. Ну и да ладно. Шутишь, у меня даже ботинок нет. Двигай. Какого хрена? Хватай. Зачем? Давай. Твою мать! Дрикс, мы близко. Ну что ж, вот и все, друзья. Так, подсказка по стилям. Призрак оставаться незамеченным и не убивать врагов. Пантера выслеживать врагов и незаметно убивать их. И штурм просто сражаться уже с противником лицом к лицу. Ну, суть по стилю, то больше манера прохождения смахивает на как раз Пантеру. Ну что же, давайте посмотрим дальше. Кстати, посмотрите, какая внушительная сумма. Почти 250 тысяч долларов. можно будет много чего накупить. Итак, итоги по очкам. Несколько было бесшумных оглушений. 875 очков призрака. Так, смотрим по следующему стилю. По стилю Пантера, наверное, больше всего будет. 43 убийства. Ну, смотрите, 4300 плюс очки в виде бонуса за эффективность. Итого почти 5000 очков. И, наконец, штурм. Ну, здесь также будет мало. Скорее всего. Да. Ну, может быть, какая-то эффективность будет. тоже какой-нибудь бонус. Нет, 150. Так, по времени. Само собой, разумеется. очень так, знаете, досконально прям все подводится в виде итога. Средства переведены. И общий доход 136 1590 долларов. Неплохо, неплохо, друзья. Ну, мы с вами отправляемся дальше. На самолет же. без этого никак не обойтись. Ну? Ладно. Шесть недель назад на меня вышел клиент. Он хотел калаши, грады, ракеты, все подряд, в общем. Предлагал много зелени. Да, выгодное дело. даже слишком. С твоим оружием напали на Гуам? Эй, я же не знал, с кем торгую. Обычно мои клиенты не громят ваши базы. Кто? Знаю только, что они обсуждали нападение на посольство в Вене. Охренеть, как горделись. Тогда погибли сотни невинных людей. Да ты что? А я о чем говорю? Он та еще, сука, просто людоед, и он не оставляет следов. Да. Херово. Правда? Чуть не... Что? А это что за урод? То есть ты сдался ради защиты? И что вы, дебилы, не прибили меня за Гуам? Брикс, не хочешь отправить груз на хранение? С радостью. Чего ты сказал? Гримм, вы с Чарли наройте мне все, что сможете об этом загадочном клиенте Кобина. Пора начать охоту. Ну что ж, друзья, мы с вами отправимся на следующее задание уже в следующем эпизоде. Огромное спасибо за просмотр. И нам нужно поторопиться, потому что следующий теракт будет осуществлен по замыслу террористов через один день и десять часов. Мы поторопимся. Спасибо еще раз за просмотр. Ставьте лайки. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok